Музыка окружает нас повсюду с первых минут рождения. От того, кто будет рядом и возьмёт на себя ответственность за воспитание хорошего музыкального вкуса, будет зависеть то, что ребёнок будет петь и слушать в будущем. Здравствуй, моя мурка, мурка дорогая, Здравствуй, моя мурка, и прощай! Такой хор, к счастью, исключение, но школьников, поющих про любовь и обманутые чувства, можно услышать повсюду. Ольга Николаевна, учитель музыки, считает, что музыкальное образование должно соответствовать возрасту ребёнка. Потому что наш век современный, сумасшедший, технический прогресс, и музыка стала какая-то такая, как бы это банально не звучало, бездуховная. И именно классикой ходит отклик больше, наверное, в детских душах, нежели современные песни. Под классикой Ольга Николаевна понимает те произведения, которые прошли проверку временем. Песни Крылатова из «Электроника», они обожают все песни, буквально всего «Электроника» мы перепеваем с ними. Очень любят они Шаинского, по секрету всему свету. Весь репертуар Шаинского буквально, и Чичкова, конечно. Мы поём песни современных композиторов, но, вы знаете, очень слышно даже в их исполнении и в их восприятии, что как-то вот немножечко не хватает души какой-то. И они сами просят, давайте лучше споём «Мой щенок», или давайте споём «Ласточку», или давайте мы маленькие дети. И поэтому всё равно больше мы поём классики. Ольга Николаевна считает, что школьники должны понимать, о чём они поют. Тогда будет легче передать и донести свои эмоции для зрителя.